В Дворце спорта «Юность» в Иркутске будет отремонтирован зал для занятий художественной гимнастикой. Подробности далее. В этом выпуске программы «Середина земли» мы расскажем о пилотах Забайкальской малой авиации, о чем они мечтают и какие традиции передают из поколения в поколение. В эфире выпуск международной информационной программы «Середина земли». Приветствуем всех собравшихся у экранов в Бурятии. О событиях при Ангаре расскажу я, Галина Тюрнева и мои коллеги-журналисты из Иркутской области. Мы начинаем. Декларировать подготовленные к экспорту товары можно будет не на таможне, как сейчас, а в отделениях Почты России. Нововведение в работе Федеральной таможенной службы начнет действовать с 1 сентября и коснется жителей не только Иркутской области, но и всей страны. Об этом представители ведомства говорили на совещании, которое прошло в областном центре. Обсуждались также новшества, которые уже внедрены, в частности моменты, которые требуют доработки. Так в регионе действует система автоматической без участия таможенного инспектора регистрации декларации. Поданные документы проверяет компьютер по определенным критериям. Если есть организация большая, которая имеет филиал здесь, в Сибири, и подает декларацию для автоматической регистрации, то машина проверяет регистрацию этой организации. А там прописан адрес, скажем так, головного офиса. И по критерию эта декларация не проходит и обрасывается. Примерно 3-4 года назад средние сроки декларирования составляли порядка суток при импорте. То теперь, если декларация не попала под риски, то это составляет менее двух часов. Это показатель дорожной карты по совершенствованию таможенного администрирования, который нам поставлен был изначально на 2018 год, и мы его уже достигли. При экспорте товаров у нас уже среднее время выпуска товаров меньше часа. Совещание продлится три дня. Итогом должно стать принятие решения о внедрении новых электронных технологий в работу таможенных структур. Зал для занятий художественной гимнастикой во Дворце спорта «Юность» в Иркутске будет отремонтирован до конца года. В обновленном помещении будет сделано в том числе специальное покрытие для пола. После завершения работ зал будет соответствовать лучшим мировым стандартам. Затем, как идет ремонт, наблюдала специальная комиссия и наша съемочная группа. Дворец спорта «Юность» ремонт здесь начался около месяца назад и многое уже сделано. Зал для занятий художественной гимнастикой скоро будет не узнать. Рабочие меняют инженерные сети, укрепляют кровлю. Сегодня с проверкой на объекте мэра Иркутска Дмитрий Бертников. А когда последний раз сделали ремонт кровли? Здесь никогда. Ну, никогда. Только косметический. 68-го года, хотите сказать, не делали? В 80-х годах сделали ремонт кровли. Главе областного центра рассказывают, зал был не то, что в аварийном, но далеко не в идеальном состоянии. С 2008 года искали деньги на ремонт. Его теперь нашли. Из муниципального бюджета выделено 28,5 миллионов рублей. Параллельно работы идут в зале, где проводят тренировки акробаты и в административных помещениях. Здесь проводится комплексный капитальный ремонт с заменой инженерных сетей, переносом силовых, ну, электрощитовой, вентиляционной камеры, устройства. Ремонтируется кровля, меняются фасады, проводится частично благоустройство территории, проектное. Пожарные все нормативы, естественно, мы делаем пожарные гидранты. И так далее, то есть достаточно большой объем работы. Несмотря на это, подрядчики обещают сдать объект раньше срока, не в начале февраля, а до конца этого года. Пока воспитанники 190 детей и секция художественной гимнастики будут заниматься бесплатно, как и раньше, в другом помещении. Его предоставит муниципалитет. Зато, когда вернутся в родные стены, условия там будут на уровне мировых стандартов. Во-первых, это будет специализированное покрытие пола, специализированный ковер для художественной гимнастики, уже уровня мировых масштабов, мировых стандартов. Поэтому мы надеемся, что художественная гимнастика, у нас ее успехи возрастут до тех же высот, что и плавание. У нас участник Олимпийских игр, вы знаете, Алексей Брянский. И прыжки на батуте. У нас множество победителей первенц мира и Европы. В бассейне 25-й гимназии Олимпийских чемпионов, конечно, не готовят, но для детей все равно нужно создать комфортные условия. Идет ремонт всего блока душевых, раздевалок, чаши бассейна. Ее укрепят, а также поставят усовершенствованной системой фильтрации воды. Вентиляция тоже будет? Да, все полностью вентиляция меняется. Тут такие короба были большие, в общем, сейчас все будет более аккуратнее. Все работы обойдутся муниципальному бюджету в 15,5 миллионов рублей. Закончить к началу учебного года, конечно, не успеют, но задержатся всего на месяц. К концу сентября бассейн должен быть готов. Галина Сернева, Александр Барановский. Середина земли. Иркутская область. И к другим темам. С 24 августа в Иркутске начинаются муниципальные выплаты жителям, пострадавшим от паводков. Размер компенсации составит 40 тысяч рублей. Эти деньги получат люди, у которых пострадали вещи первой необходимости. Постельное белье, теплая одежда и мебель. Чтобы уменьшить риск затопления в будущем в областном центре, идут берегоукрепительные работы вдоль русла рек, которые сильно разлились во время недавних дождей. В первую очередь у Шаковки. Пока здесь работает один трактор, завтра подгонят еще другую тяжелую технику. Протяженность береговой линии, которую нужно привести в порядок. Километр 200 метров до моста и 600 метров после. Предстоит очистить протоки и отремонтировать сам мост. Сейчас прочистили русло, восстановили водоток. А потом будет сформирован берег, чтобы он был аккуратненький. И тем самым мы с вами и русло понизили, объем реки увеличили. И берег подняли. В случае чего, если вода пойдет, то она не сразу будет разливаться, а еще будет держаться за берегом. То есть нормально. Такое определенное берегоукрепление. Сегодня на берег реки Ушаковки вновь приехал мэр Дмитрий Бердников. Проливные дожди, которые обрушились на Иркутск в середине августа, показали, к чему приводят скопление мусора на дне реки. Возник затор. Ушаковка вышла из берегов. Началось подтопление жилых домов. Как только дно было расчищено, уровень воды сразу упал на 30 сантиметров. Однако самая ближняя к реке улица Вилюйская успела сильно пострадать. Причем отчасти по вине самих жителей. Ведь к замусориванию протоков они имеют непосредственное отношение. Мэр города дает поручение главе округа взять эту ситуацию на контроль. Видите, как показала практика, что нужно, по сути, уделять внимание такой реке, как Ушаковка, регулярно, чего не было, к сожалению, сделано раньше. Сейчас приведем здесь в порядок. Иркут, вы тоже понимаете, требует достаточно внимательного отношения. В частности, там, где мы стали свидетелями затопления в районе Селиванихи. Там тоже у нас есть планы, сами силами города будем заниматься берегоукреплением. Еще есть планы по очистке и берегоукреплению реки Кая. Дмитрий Бердников говорит, река полноводная и своенравная, поэтому нужно принять меры, не дожидаясь чрезвычайных ситуаций. Кстати, о последних. С завтрашнего дня начинаются компенсационные выплаты жителям, пострадавшим от паводков. Эти суммы полагаются тем, у кого пострадало имущество первой необходимости. Постельное белье, теплая одежда и обувь, плиты, холодильники, печь и мебель, а также колодцы и скважины. Право на получение такой единовременной помощи имеют те граждане, которые обратятся к нам в округа с заявлением, с указанием расчетного счета, подтвердят свою личность паспортом или другим документом удостоверяющим личность, подтвердят прописку в этом помещении и право собственности на это индивидуальное жилое помещение. Размер единовременной помощи составит 40 тысяч и помощь эта будет перечисляться в течение 20 дней с момента принятия решения о том, что этот гражданин имеет право и подтвердил его. Деньги, выделенные из резервного фонда города Иркутска, они будут перечисляться на банковские карты. За получением компенсации необходимо обращаться в администрацию округов. Галина Сернева, Александр Барановский, Середина земли, Иркутская область. Это были одни из самых заметных событий при Ангаре. Программа «Середина земли» продолжается. На связи с нами коллеги из Читы. Здравствуйте. Ждем информацию, интересные факты о Забайкальском крае. О чем вы готовы рассказать? Здравствуйте, коллега. О самых интересных новостях нашего региона расскажу я, Юлия Тимошенко, и мои коллеги-корреспонденты. Сотрудники Нерчинского краеведческого музея на межрегиональном фестивале «Успенские дни на Нерче» 27 августа воссоздадут улицу Купеческую, где все желающие смогут перевоплотиться в горожан прошлых столетий. По окрестностям города вновь отправится экскурсионный поезд. В самом музее пройдет закрытие фестиваля музейных проектов, во время которого будут объявлены победители. Ну а теперь перейдем к другим новостям нашего региона. Всегда на высоте, ежегодно в августе в нашей стране отмечают День воздушного флота России. Как готовятся к полету, о чем мечтают и какие традиции передают из поколения в поколение, пилоты Забайкальской малой авиации узнавала Анастасия Новгородова. История аэропорта берет свое начало в 30-х годах прошлого века. Тогда сибирские летчики впервые открыли воздушную линию на участке Иркутск-Чита-Нерчинск-Могоча. Сегодня местные рейсы выполняет авиакомпания Аэросервис, 8 лет назад сменив Даурию. Уже серьезно о возрождении региональной авиации в Забайкале заговорили с запуском в 2014 году багулового самолета чешского производства Л-410. С того момента для забайкальцев помимо Чары были открыты рейсы в Краснокаменск, Красный Чикой, Газимурский завод. Всего сегодня на крыле у Аэросервиса, то есть стабильно выходящих в рейс, 5 самолетов. За эти два года мы фактически возродили гражданскую авиацию, малую авиацию. Выполняются полеты и удаленные, и труднодоступные наши районы, где полностью отсутствуют даже в летний период времени такие населенные пункты, как Усть-Каринга, Аюмахчен, допустим, Красный Яр. Конечно, сделано очень многое, и ко многому еще мы стремимся. Но и пользуясь случаем, конечно, хотелось бы поздравить все организации, которые задействованы в этом деле, в деле обеспечения полетов. Всем авиаторам благополучия, здоровья и терпения. День Воздушного флота России отмечают все, кто работает в авиации. В их числе не только пилоты авиалайнеров, но и малых судов. Во многом их объединяет не только сложная и ответственная работа, но и традиции. Но об этом позже. Утро бывшего военного летчика с 25-летним стажем Рафиком Киракосяна начинается с внешнего осмотра крылатой машины. Все должно быть идеально. В такие минуты делится командир Воздушного судна. Он еще раз убеждается, что детские мечты сбываются. Нравится сам процесс, когда, допустим, в детстве ты об этом мечтаешь и думаешь, почему самолет летает. Потом, когда это изучаешь, все это интересно, сам процесс подготовки интересный получается. И в конце концов, когда тебе это доверяют, ты выполняешь вот эту работу, возишь пассажиров, они довольны остаются. За штурвалом в аэросервисе Рафик Киракосян работает два года. Месяц назад опытный летчик стал командиром судна. Сегодня у него уже свыше трех с половиной тысяч часов налета. Я подошел, обнял самолет, погладил, попросил, довези меня, родная, после какого-нибудь сложного задания, допустим, помните об условиях, еще что-то, допустим, да, техника сложная, может быть, отказы. Когда это все заканчивается благополучно, я опять же выхожу, обнимаю самолет. Лично мне такая традиция. У пилотов много и примет. Никогда не показывать пальцем в небо. Нельзя фотографироваться перед полетом или рвать цветы на аэродроме. Впрочем, одной традиции они никогда не изменяют. Исполняют желания тех, кто всегда мечтал подняться в небо. Доброе утро, уважаемые пассажиры. Говорит с вами командир воздушного судна Киракосян. Рейс 91.83, Чита-Краснокаменск. Время пути 1 час 25 минут, высота 2200 метров. Желаю всем приятного полета. Анастасия Новгородова, Владимир Дементьев. Середина земли, Забайкальский край. Литературно-творческие площадки, общение с писателями, участие в работе начинающих художников и даже театральные постановки. С 1 по 23 сентября в Чите и районах края в 51 раз состоится ежегодный литературный праздник «Забайкальская осень». В Краевой библиотеке имени Пушкина на встречу с журналистами организаторы озвучили имена почетных гостей, маршруты литературных экспрессов, а забайкальские писатели пригласили на презентации своих книг. Организаторы краевого литературного праздника в этом году подготовили интересную и обширную программу. Торжественное открытие «Забайкальской осени-2016» состоится 3 сентября в 12 часов в парке культуры и отдыха Дома офицеров. Здесь будут ждать и взрослых, и детей на творческих площадках. На аллее писателей каждый сможет познакомиться и пообщаться с писателями, приобрести их книги с автографами. Свои новые книги представят Алла Зарнина, Олег Петров, Борис Кузник, Нина Коледнева, Галина Беломестного, Виктор Балдаржиев. Книга посвящена начальнику, можно сказать, организатору, инициатору «Забайкальской осени» Георгию Рудольевичу. Поэтому второе название книги – «Граубин знакомый и незнакомый». «Иронизмы» в двух томах. Том первый, в втором, что будет вот тут написано. Вот такая книга. Ну вот этот экземпляр, который я держу в руках, в нем он единственный, в нем 42 эпиграммы. Я вам эту 42-ю засекреченную сейчас прочитаю. Борису Ильичу Кузнику, о медицинское светило, что в литераторстве сразило иных писак изрядный круг. Пороком враг, студентом друг. С 1 по 23 сентября во всех муниципальных библиотеках Читы развернутся книжные выставки, посвященные творчеству забайкальских писателей. Почетными гостями праздника в этом году станут писатели и публицисты, журналисты, переводчики, лауреаты литературных премий Алексей Варламов, Андрей Румянцев, Владимир Попов-Равич и Татьяна Ясникова. Не всякий праздник доживает до этого времени, скажу честно. Вот после того, как прошел первый праздник в 61-м году, некоторые наши писатели пытались воплотить эту идею в своих регионах. Не получилось. Моментально, год-два и все. А у нас все-таки 51 год. Он будет очень длинным. Он начнется с 3 сентября, закончится аж 23 сентября. И мероприятия будут не только в городе, но и уже получается, что во многих районах. Впервые на литературном празднике будет представлено и театральное творчество. Самодеятельные артисты из улет выступят со спектаклем «Вот так и живем» по рассказам Елены Чубенко. В исполнении театра, студии, ансамбля песни и танца «Дома офицеров» оживут эпизоды спектакля «Трубка снайпера» по произведению Сергея Зарубина. Литературные экспрессы традиционно отправятся в районы края. В этом году встречи с писателями пройдут в Борзе, Краснокаменске, Приоргунске, а также в поселке Атамановка, городском поселении Новокрученинское, селе Домна и в Шилке. Татьяна Салихова, Анатолий Тюльнев. Середина земли. Забайкальский край. В Китае официально открылся самый длинный в мире стеклянный мост. Он расположен над Гранд-каньоном национального парка Джанзиадзе в провинции Хунань. Длина конструкции составляет 430 метров, ширина – 6 метров, высота, на которой расположен мост – 300 метров над землей. Мост-рекордсмен состоит из 99 трехслойных сверхпрочных панелей стекла. Далее передаем слово коллегам из Пекина. Здравствуйте, о чем расскажете в этом выпуске. Здравствуйте. Конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем, в студии Руслана Гасанова. Интеллектуальное оборудование, беспилотные летательные аппараты, 3D-принтер – все это можно увидеть на международной выставке цифровой техники iWall 2016, которая завершилась в административном центре провинции Сучуань, в городе Чинду. Свои передовые продукты и технологии представили на Экспо свыше 300 предприятий. Первыми с цифровыми новинками познакомились наши корреспонденты. Беспилотный автомобиль становится реальностью. Вот новинка от BMW – интеллектуальная система вождения, с помощью которой становится возможным автоматическое управление машиной. Подобных гостей с будущего в девяти павильонах выставки набралось немало. Так, китайская компания Lezia представила продукцию под названием Car Robot, которая позволяет управлять многими функциями с помощью голоса. Эта система не отключается при телефонном звонке или прослушивании музыки. «Систему Carabot нужно установить сверху приборной панели перед водителем. Нам только нужно сказать, куда ехать, и она автоматически определит маршрут». Виртуальная и дополненная реальность – самые популярные направления в области мобильного интернета. На выставке можно увидеть разнообразную продукцию – от интеллектуального оборудования до новейшего программного обеспечения в сферах образования и мобильной медицины. Уже сейчас на смену серьёзному хирургическому вмешательству приходит виртуальная диссекция. С помощью 3D-технологии операции становятся более простыми. «Совместно с французскими коллегами мы разрабатываем перчатки, с помощью которых хирурги во время операции могут получить информацию о человеческих органах. Точность здесь составляет 99%. Это самая билетовая технология в нашей стране». Такой гибкий дисплей должен появиться на рынке уже в следующем году. Но посетители выставки могут увидеть чудо техники уже сейчас. В июле этого года создана производственная линия, и она будет введена в эксплуатацию в конце октября 2017 года. «Это гибкий эмолт-дисплей. Его экран может менять собственную форму. При расширении он становится мобильным аппаратом с экраном 4,8 дюйма, а при сгибании превращается в браслет». Тема выставки цифровых технологий в этом году – инновации определения будущего. В эксплуатации участвуют свыше 300 предприятий. Представлены больше 10 стран и регионов. Но большинство компаний китайские. КНР превращается в страну высоких технологий. Однако здесь открыты и новым знанием. Поэтому вместе с выставкой здесь устраивают мероприятие, посвященное изучению тенденций мирового инновационного процесса. Тан Инань, Артур Валеев, CCTV. Один из самых живописных парков Китая – Джан Диа Цзэ – можно увидеть теперь с высоты 300 метров. Однако такие головокружительные виды доступны только очень смелым туристам. В провинции Хунань открылся самый длинный в мире стеклянный мост. Его протяженность – 430 метров, а ширина – 6 метров. Хрупкая на вид конструкция способна выдержать двутонный автомобиль. Прогуляться по новой достопримечательности Китая решились и наши корреспонденты. Стеклянными мостами китайских туристов испугать трудно. В поисках новых острых ощущений архитекторы предлагают забраться все выше и выше. Теперь взят уровень в 300 метров. Создатели этой чудо-конструкции уверяют, что 99 стеклянных панелей состоят из трех слоев, которые способны выдержать двухтонный грузовик. Но отчаянные путешественники уже с первых шагов проклинают себя за то, что согласились забраться выше птиц. «Это потрясающе. Мне очень страшно гулять по такому высокому мосту». «Это великолепный мост. Сначала я очень боялась, но теперь уже привыкла и смело хожу по нему». Кассы открылись в 7 часов утра, а уже через час все 8 тысяч билетов, выделенные на один день, были распроданы. Счастливчики, которых пустили на мост, занимали очередь еще ночью. Правда, долго наслаждаться пейзажем и у себя под ногами пока нельзя. Нужно уступить место другим. Одновременно на мосту могут находиться не больше 600 человек. «Мы ограничиваем число туристов, чтобы поддерживать порядок и обеспечить хорошие условия для тех, кто хочет сделать фото на память. Надеюсь, что туристы смогут насладиться такой чудесной красотой». Стеклянный мост над Большим каньоном – это не только самый захватывающий вид на национальный парк Джанзядзе, признанный объектом мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Он оборудован платформой для прыжков с высоты. Для самых отважных здесь установлены даже высотные качели. Ожидается, что новый мост обновит 10 мировых рекордов. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»